Скамейка вперед Валера, там все устроился уже. Тепло? Нормально. Валера, там все устроился. 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 Давайте вы теперь здесь стойте. Меняемся местами. Валера, там все устроился. 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 Вот, я сейчас еду иду с болящих посетить. Какие есть вопросы? Как у вас дорога, я потеряю путать? Дорога у нас русская дорога. Русская? Очень хорошая. Это значит прекрасная дорога. По Гоголю, да? Ну, как хочешь, по русской у нас, русские дороги. Какие дороги? Сейчас дорога даже в городе иду выкает. Я сейчас иду, а шоков тормозит, иду по Ползаново. Я так прям прикинул, метров двадцать. Он на красный свет, он заранее стал уже тормозит. И Юзов идет метров двадцать. Все четыре колеса. Ну, лед на дороге просто зеркало дорога. Зеркало там есть такого. Ну, пока проезжали еще на машине братья. Во вторник выезжали в город еще на машинах. Ну, наверное, в последний раз уже. Машина оставляет уже деревню на улыбках. Жаль, жаль, конечно. Потому что местами переметы очень большие. А машины были бы такие, как, скажем, у всех УАЗики, то еще можно было бы. А то они, видишь, машины-то низкие такие. Японцы, они не могут делать машины. Они делают машины, а еще попало. Развет вот такой. Для японских дорог. Как радостно, братья. Столько нас много сегодня. Даже братьев сегодня двадцать человек. Да. Значит, все вне сосчитать прямо. Не сосчитать. Халилуя. Христос вас привет. Христос вас привет. Христос вас привет. Христос вас привет. Я обошел всех. Пока никого больше не нашел. Кто бы. Остальные разорились. Уехали. И вот были мы у директора бывшего зеркальной фабрики. В интернете все мы снимали. Все выставлено. Жердев. Геннадий Иванович. Он постарше меня. Болезни защелил. И вот уходишь от людей. Это как будто бы мы всю жизнь жили вместе. А на самом деле встречались два раза в жизни. Один раз, когда он стекло выписал обрезки, которые мы стеклили. И второй раз собрал рабочие фабрики, перед которыми я выступил с проповедью. И вот он тащит что только здесь. Я спрошу вот Николай. Как этот сверху так глянь? Внешне даже. Хороший этот товар дал он. Чикисты в таких ходили. Так. Хороший. Вот посмотрите что дал. Вот как назвать это. Полушубок или что. Да, да, да. Я почему-то решил, что он очень хорошо подходит Никите. Какая Жанна. Ну-ка, Никита. Все Никите. Еще Маузером. Он я не брал прям никак. Никак. Никита с Донецкого. Да, да, да. С Киева у него ничего нету. Красавица. Ну ладно, сидите пока. Так, второе. Его жена вот это вот что-то дала. Посмотрите, что это такое. Это мужское, женское? Женское. Нет, мужское. Ну как узнать? Дала его жена. Мамитно. Женое такое. Я почему-то подумал, попробовать пускай Анну подойдет или нет. Да. Посмотри, это новое, не ношенное все. И дальше. Они уже знали, что дать и дали вот такую куклу. Там вот такая кукла, она нисколько не больше на руках. Примерьте, подойдет, нет? Да, конечно, подойдет. Вот туда-то. Теперь попрошу большое внимание. Необычное сегодня будет, такое необычное, но очень долго запомнится. Мне нужны сюда люди, кто у нас имеет медицинское образование. Я здесь, я здесь. Где Любовь Ниталевна? У нас батюшкой поехала. Куда поехала? На причастие. На причастие к Валентине Ильиничной. Причать здесь. А вот здесь. Мне не пришли, ребятишки заболели. Второй с высшим образованием. Сколько у нас врачей осталось тут? Не знаю. У меня уезжает Фоменко сейчас. Тебе нельзя никак послать другого? Никак. Ты не в минуту, скажи. На меня глянь внешне. А ветеринар считается? Считай. Давайте ветеринар. Считай. Считай. Давайте ветеринар. Считай. Ну ладно, я буду говорить. Смотрите. Сколько у человека позвонков? Простите. Люба, не ходи только. Задержись. Задержись на минуту. Не будет. Семь шейных, двенадцать грудных, пять поясничных и... Тридцать три. Присчитайте. Тридцать три. Внешне можно определить человеку. Искривлен у него позвоночник или нет? Ну это надо смотреть. Вот идет человек. Вот так идет. Ну с улицы... Ну если сильно искривлен, то можно увидеть. Я сейчас попрошу всех вас врачей осмотреть меня. Искривленный позвоночник. Так вы же не ортопит. Вот посмотрите. Я лежал с позвоночником на операции. Ты был, знаешь. Подними там побольше. Вот посмотрите. Лёва Николаевна, взгляну. Пойди сюда. Посмотри. У меня позвонки. Позвоночник искривленный. На самом низу. Во-первых, надо стать ровно. Руки сделать одинаково симметрично. Все это... Так, все, что вы говорите, я скажу. Позвоночник искривленный. Еще не видно. Я задам. Здоровость искривенчика. Не было. Прямой. Не очень понимаю. Вроде говорит, прямой. Сколиоза нет. Нордоз выраженный. Тифоза тоже нет. Можно сказать, что искривлен? В службе годен. Нет. Нет. Такое дело. Дело в том, что идет война в Сирии. И со всего мира стекаются мусульмане, помогают ИГИЛу. Вы знаете, что это за организация? Самая мощная за всю историю человечества организация террористов. Это не два, не три, как в Чечне было, сразу сто тысяч. У них поставлена задача весь мир перевернуть. Джихад объявлен всем странам. То есть полное истребление. Христиане сразу рубят и как не бывало. Ставят на колени и расстреливают. Не всех христиан, а которые от них перешли христианство. А язычники все под нож. И все это выставлено. Россию их бомбить дальними бомбардировщиками. Один, правда, избили. Турция. Президент запутался, видимо, здесь. Но Путин говорит, так не оставим это дело. До конца доведем. Война подошла к порогу. Я сейчас буду задавать вопросы. Вы будьте очень внимательны. Больше это никогда не повторится. Вы слышали такие слова? Не верю. Магер шелал хашбас. Да. Поднимите руку, кто это слышал такие слова? Это Библия. Так, тихо. Так. Это написано 8 глава 1 стих пророка Исаия. Что это за слова? Кто их придумал? 750 лет до Рождества Христова. Добавляйте, в 2015 и еще 700. 2800 лет назад. Не помню пророка Исаия, по-моему. Кто скажет, что это за имена? Это имя. Что за буквы? Это имя сказали, что пророк дал своему сыну. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Вы слышали, что? Ему было сказано, что пророчица, она зачнет и дашь ему имя вот такое. Это правда. Ну как? Ну имя Иван, Василий. Здесь четыре слова. И мать его звала. По-русски спешит грабеж, ускоряет добыча. То есть скорость, какой придет наказание. И она кричит. Ему иди сюда, спешит грабеж, ускоряет добыча. Учительница в школе спрашивает. Отмечать будет, спешит грабеж, ускоряет добыча. Это вмонтировано. У нас имена сейчас вообще ничего не знают. Я в школах выступал когда. То на засыпку всегда говорил, какие имена, что они означают. Вот тут все оживлялись. А что означает, никто не знает. Сегодня эти имена дают произвольно. Вот у нас тут родились сколько? Как? Маша. В другом городе родился Маша. Иваном называют Маша Иван, Маша. Русский Иван и Мария. Получил три известия везде Иван и Маша. Почему одна Варвара? По календарю надо смотреть. А в календаре мужских имен 750. А сегодня на слуху, который есть, 33,5%. 95% не используется. Нас называли родители не как хотели. А вот на этот день я родился, 28 мая по старому. И он смотрит и не спрашивает родителей, выбирает. Там три имени было. А у меня назвали так, как взумал, кто крестил меня. Дед Терентий. Никого не спрашивали. Поэтому такой разброс был имен. У меня мать, у нее три брата напротив погибли. Макари, Филарет, Эммануил. Да ты школу можешь не одну поднять и не таких имен. Макари, Филарет, Эммануил. Отец у меня Тихон. Брат второй Наум. Третий Амос. Четвертый Степан. Где Амос и где Наума? Ну вот теперь, когда имена названы уже так, не по заказу же я родился. Пришло время рождать и родила мать. А вот теперь какой день мне родиться, Бог усматривает. И на этом дальше я буду смотреть всю жизнь. Я рождаюсь в тот день, когда там еще имя одно есть, которое потом мне встретится и примет участие в моей жизни. Евтихий. Это епископ. Среди епископов Евтихий не встречал нигде, ни разу. За историю человека я просмотрел в русском народе, где бы ставили епископом, ну там, митрополитом. Первый. И вдруг мы встретились в один день. Все это случайно? Я покажу много таких случайностей. В прошлый раз мы читали там, вторая обещает вот. Да. Видите как? Десять пунктов он там указывает. И все десять пунктов исполняются на мне. Это не один, не два. И вот он сам, мальчик от которого рос, сын пророка Исаии. Имя его так и производится. Магер, Шалав, Хаш, Бас. И вошло это в историю. У меня вчера вышел один по интернету из Израиля. В русский. И еще побеседовали, выставлю, потом покажу. И вот что в этом заключается? Я могу сказать сейчас только о себе. Что мне биографию какую Бог составил? Я никак ее не мог бы сам составить. А Бог сделал так. И вот Павел говорит, мы запах имеем живительный на жизнь и смертоносный на смерть. Вот сообщает мне Марьясов. Александр, он нынче был как руководитель группы. На севере я ездила. Вместо Николая Крущина. И он там, беседный стал со свидетелями Ягова, называется. И только произнес мою фамилию, они сразу бунт подняли. Откуда они что знают? Сообщается из Хабаровска. Почти сразу же. Только узнали, что это от меня. Там, говорит, неизвестно, какая буша поднялась. Видели, не видели, слышали, не слышали. Книги были в руках, не были. Что это такое? На севере или на юге. И везде друзья есть, но враги приходят в бешенство. И в первую очередь в священном начале. Что это означает? В прошлом году сообщили. Ваши книги отданы на рассмотрение особой комиссии в Почаевской лавре. Почаево – это центр православия. Там профессор мне сообщает, кто задействован. Проходит год, второе полное молчание. Епархии за епархией берут на исследование книги. Ценсорские отделы работают. Молчание, нигде ничего нету. Что это означает? Игнатий Ильич. Я сейчас закончу. Одно слово скажу. Я просто пояснить хотел. Дело все в том, что со свидетелями Иговой несколько лет мы беседовали, когда у них тут сборы были. И ваши книги, мы им прям показывали, они все записывали себе. А у них-то это работает телефонное радио. Я этого не знал. Просто так. Я другое говорю. И вот этот ИГИЛ. Я говорю, вам ИГИЛ ничего не говорит. А я увидел. Вот Иг, Игнатий. Дальше Ил, Игнатий Лапкин. Я как будто ждал этой цифры. А вот теперь я им всем и пишу, которые эти гнали-то. Я не достучался до вашего сердца. Игил достучиться. Вот Магер Шалал Шалбах это мне давно было. В моем имени в рождении заключено было. Рано или поздно накличется эта беда. Я не мог достучаться. Другие будут стучать. И очень громко они стучат. Такой стук в Париже. Вот они стукнули. Нигде не было такой массовый террор, что в один город. Они говорят, весь мир взорвем. И сейчас они готовят маленьких детей. Ребенку 5 лет. И он стоит и стреляет. Ребенку 7 лет. Пленный офицар. Ему дают офицар. Видно, как он стреляет и убивает. Готовят только убить. Ничего не учат. Такой силой выступает президент за президентом. Никто не слышал, не знал. Ускоряет добыча. То, что у нас есть, это будет принадлежать другим. Об этом Дмитрий Смирнов говорит. Придут жить люди. Мусульмане жить здесь будут. Мы не достойны. Мы сами себя убили. А дальше я буду говорить немножко загадкой. Я познакомился. Сделайте потише там. С начальником всех вооруженных сил. И вошел в близкие общения. Есть у мирских людей такой верховный главнокомандующий. Ему многое открыто. Я выразил просьбу выехать к ИГИЛу. Пройти Турцию, войти в Сирию и войти в стан боевиков. Дальше. Нашлись свидетели, которые меня в глаза не видели. Они говорят, что он не пойдет. У него искривлен позвоночник. И они начинают толковать в духовном смысле. Раз искривлен позвоночник, значит у него и учение кривое. Раз я не дослышу, значит он глухой и не слышит слова Христа. А я говорю, Мимфи Васвей, хром был на обе ноги и сидел за царским столом. Был больной желудком один, ученик. Павел говорит, спред пей немного вина. Я говорю, а сколько немного? По стакану, 8 раз в день. Так болезнь-то он мне не вылечится, наоборот только прибудет. Значит, по физическим недостаткам решать о духовных никогда ни один святой отец не решал. Я перебрал все. Вот я это показал первое. Скажи, какую у меня операцию на позвоночнике делали? Нежпозвоночную грыжу убирали. Кто это делал? Грыжу диска. Кто делал? Литягин. Литягин. Так, а какой Долженко имеет отношение? Долженко это заведующий отделением. Он там же был и пришел? Вместе, да, был. Кто он сейчас? Он профессор, заведующий кафедрой усовершенствования врачей по нейрохирургии. Вот что интересно. Мне операцию делал Шойфет. Яков Нахманович, кто он такой? Он член, корреспондент Академии наук медицинской. Ну он доктор медицинских наук? Доктор медицинских наук, конечно. Он мне делал операцию. У нас прекрасное отношение. Я только пришел в сознание, в реанимацию это. В это время, гляжу, он стоит. А почему? Он ведет немецкую делегацию и заходит как раз в эту реанимацию, где я прихожу в себя. И сразу же разговор. То есть я все это складываю на то, что, ну судя по тому, какая операция была, еще у меня две грыжи. Как я перенес и прочее. Что можно сказать? Какой результат? Результат хороший. Если нельзя сказать отличный. Ближе к отличному. Да, но Довженко говорил, говорит, еду по штампу Белбурге, буду говорить. Я упомяну, говорит, как. Увидим, я сразу в спортзал, тренажерный повели где-то. Так, Гожий я или не Гожий? Годин. Годин, ты не звай, куда? Кто рассматривает. Мой высший начальник военно-всех сил космических. Его я скажу, как звать, потом узнаете. Это буквы С. С. Вы подумали, наверное, о президенте? Савауп, что ли? Изменно так. Переводится начальник воинства. Аминь. Я сейчас вас спрошу, как, вы одобряете это или нет? Говорят, если мне дадут добро, я выйду туда. Говорят, надо бомбить и убивать. Я говорю, бомбить надо Священным Писанием и обращать ко Христу. Они ревностны. И говорят, выносят сейчас законодательное рассуждение, чтобы отменить этот неврандум на смертную казнь, которую Ельцин ввел, и ввести смертную казнь для террористов. Они говорят, двумя руками за этот закон. У них только одна мечта — умереть. Вы чем их решили испугать? Мы к этому все стремимся. Их нельзя не напугать ничего. И вот если бы я получил сегодня ответ, а у меня заграничный паспорт есть, я бы выехал с этим позвоночником. Как посмотрите? На верную смех, при том. Абсолютно, на 100%. То есть выхода оттуда нет, это все говорят, это и так понятно. Вы всегда мечтали умереть за Христа. Да я не мечтал, а слова мечта нехорошая. Нет, мы же хотели, хотели умереть за Христа. Я хочу ваше мнение узнать. Мы не хотим без вас остаться. Как у тебя муж есть, человек. Понимаете как? Вы знаете, что это связь с руководителем? Я прошу Бога, а Бог знает. Может быть и ехать не надо будет, они сами сюда придут. Потому что все где-то рядом. Но удастся ли им все это сделать, как они думают, это Бог знает. Поэтому надо усилить молитву за наше руководство, за президента, за тех, которые там бывают. И чтобы Бог разрешил эту ситуацию. Особенно опасно сейчас с Турцией. Когда они сбили этот самолет, они привезли сейчас такую аппаратуру, выстоят корабли, в которых даже один только самолет в Турции поднимается, на своем аэродроме сразу на Нанкаторе знают. Путин и все сказали, что так как прищечет границу Турции, свой же самолет сразу будет сбит любой. А те в НАТО состоят. И с той стороны американцы совершенно не думали о том. Сейчас заводят туда свои войска, как будто борьба с ИДИЛом. На самом деле трошь наши самолеты. И воздухи одновременно американские теперь над Сирией будут. И русские. Это ясно, конфликты не избежать уже с Америкой. И получается, что джихад объявил Россию и будет уже всему миру. Обстановка никогда такой не была. А нужно ли было России ввязываться? Не наше это дело. У нас политологи есть. Самые крупные политологи мира склонили голову. Ни один не предполагал, что это будет. Артагану нужно было сбивать самолет? Нет. Тайно кружил, в воздухе ждал, когда этот советский, русский бомбардировщик пойдет. Сзади зашел с хвоста и сбил его. Летчик погиб, штурмана сумели вырвать все-таки. Но пока спасали вертолет и еще одного убили. Это сложная ситуация. Просто надо усилить молитву. Посерьезнее отнестись к своей жизни. Мы привыкли в этой тишине, в тепле. Детишки рядом бегают, этого ничего не будет. Притом это все делается сразу в один день. Там какие-то изиды народ. И они говорят, захватили девочек с 5 лет, тут же отдают солдатам. Они, мусульмане, непрерывно на силу друг другу передают. Прикинь на себя это. А мужчины сразу все были собраны, все расстреляны. Мужское население. С детьми занимаются. И все в интернете выставлено. Более жестокого. Страшивают они, Гитлер, не Сталин, не Ленин. Никто нет. Какие-то лагеря были. В этих лагерях нету. Сразу приговоры. Оказался он садомит. Мужеложий гей. Показывал там высота 12 этажей. Оттуда его бросает и толпа стоит. Ждет, когда он распластается. Пощады нет никому. Ну, как-то Рамзан Кадыров, я считаю, это лучший, действительно лучший, может быть, из региональных мест в России-то. Ну, и он говорит, мы доберемся до ИГИЛ. Видимо, свои люди там. И вот, видимо, одного обнаружили из Чечни. И другой стоит там. Русский или кто? Приговор и голову режут. И тут же выступает Рамзан Кадыров. Говорит, мы все равно найдем, кто это сделал. Видимо, свои люди где-то, ну, надо внедрять, как говорится. И обнаружили, что он с другой стороны, хотя он ищущенец. Надо обо всем этом хотя бы немножко знать и молиться. Молитва множит усиленная молитва праведника. Чтобы Бог сделал как-то так. Чтобы еще продлилось время для покаяния Бога. И быть готовыми к смерти. Не сцепляться за эту жизнь. Детей учите этому. Я в прошлый раз об этом говорил. Сегодня мы еще ближе подошли. Большие изменения даже за прошедшую неделю было. И где этот упал самолет, и где пытались летчика простреливать. Только оттуда забрали его. Такой шквал огня, выжжено все, как ад на земле. Ни одного не оставили. Путин сказал, найдем в любом месте, в любое. Никогда не простим это. Какую вы подлость сделали. За вашу работу. А они нефть продают. Каждый день у них прибыль там несколько миллионов. И вы думаете, сколько огромных бензовозов, которые везут нефть от этого ИГИЛа. 8,5 тысяч бензовозов. Вообрази. И показанные с космической съемки, как и теперь долго-то они говорят, 800 уничтожили. 800, а сколько? Уничтожили этих террористов тысячу. А за это время прибыло, допустим, 15 тысяч. Со всего мира бегут люди туда к ним. Девушки, они по интернету работают, знакомятся с ними, принимают мусульманство и туда выезжают. Приезжают, а там этого нет. Она ему век не нужна. Дальше она будет для чего предназначена. И родители ничего не могут с детьми уговаривать, плачут. Бесполезное дело. Люди как бешеные делаются. Я ничего не хочу, как помочь тому ИГИЛу. Они объявили войну всему миру и весь мир им. Почему? А написано, ты осел будешь. Вспомните Измаила. Все против тебя и ты против всех. Вот оно пришло где. Это пророчество, оно должно было исполниться. Спешит грабеж. И ускоряет добычу. С такой скоростью, как и не думаем. И они все выступают эти там и говорят, Россия жди нас. Мы придем с тысячными войсками каждый. Показывают сколько тысяч там из России приходят. Принимают мусульманство. Раза отхода нет. Принял мусульманство. А я раздумал, уже нет. Только на тот свет. Никто не знал этого. Да они на Коране. Которые мусульмане говорят, они не на Коране. Это просто демоны. Демоны вырвались на свободу. Как угодно суди. Я все это вот обдумал и стал молиться Богу. Как поступить здесь? Можно ли по внешним признакам болезни судить о духовном? Написано, Бог умудряет слепых. Вот проказа. Самая неисцелимая болезнь была. Она сегодня с трудом лечится. Лепра. С ног до головы был один человек покрыт проказы. А Бог им хвалился. Знаете кто? Ильев. 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 Что то же было? Повторяю, что я позвоночник не случайно показал. Потому что услышал свой адрес И решил проверить А почему, откуда там взяли, что искривлен позвоночник Отец Кирилл Сахаров был Он не расслышал и не понял Я говорю, у меня две грыжи Одну операцию сделали, еще две А он говорит, искривлен позвоночник И все это уцепили, которые Ну, советники-то, чьи-то они И вот видите как Лучшее опровержение Это врачи Я даже спрошу Настю Похоже, что искривлен позвоночник Видишь как Я хотел, чтобы Юля тут была И кто у нас тут еще Игнатий Иванович Вопрос можно задать вам Так вы Настаиваете, что вы В одиночку хотите туда попасть А кто захотел бы поехать еще Ну, вы же С братьями ездили туда Вас можно доставить туда Там поставлено много кордонов Не упускают отсюда Пересекать нужно через Грузию Входить в Турцию Турция поставила заслон Потому что сейчас все санкции Путин опустил Перед ними Какой они ущерб терпят Там и на все Новая санкция опять еще То есть Вдребезги отношения То есть вам придется Журналистов тогда призывать Наверное на помощь Там где Чтобы они Путин узнал И тогда, чтобы Или там кто-то При выходе из Турции Значит, войти в Грузию Везде поставили В выход из России Стоит решето Не пропускает В Турцию Из Турции И там Ты вышел там Кому нужен Кто ждал С кем договорился А то заранее нужно По интернету С кем-то встревать И сказать Не с христианскими целями А просто как журналист Только пока один В Европе был Который вернулся живым Живым только один вернулся И он где-то полгода Переговаривался С одним из руководителей Которые есть И он давно его знает И говорит Он никогда не лжет Он скажет правду о нас И према правды Немецкий журналист И он вернулся Вернулся Но поехал с сыном Большего чуда Говорит Я не знаю Как то Что я вернулся То есть он сам там Не чаял даже вернуться Хотя у него Такая была охрана Их начальник И прочее Вот так То есть это Фактически Нереально сегодня В духовном плане Только еще можно было Я переворачиваю От телесного К духовному Ну и Еще вопрос Вы считаете Вот это Справедливо Они говорят Что вот эти ИГИЛовцы Они Не по Корану Живут Может быть Наоборот Как раз Я как раз Когда был Умолым И ночевали Ну это они Ненастоящие Террористы А вот если бы Сейчас Две картеры Поставили Ну и Говорит там По 10 минут По 15 И были бы люди Которые смотрели бы Чья победа будет А одни были Вот эти террористы Тогда ИГИЛ Мы даже не знали Бого-да еще Никто не знал И Вы Которые здесь Называются Традиционные В хороших отношениях Как в Барнауле У нас Тихая мирная Конфессиональная Обстановка То вот эти Которые террористы Они вас победят Словесно Словесно Они вас победят Христиан Победить невозможно Почему? Потому что Тем обещан рай Человекам А нам Богом Если мы будем уверены Поэтому христиане Они неистеревимы Господь говорит Род всей Не предет И причастие Творите во все Воспоминание У меня как Все сошлось Я готовился к этому Сегодня причастник И все Ну Причащается человек Когда он как хлеб Огнем дышит Я решил сегодня Вот это выставить На обозрение Чтобы Подумали Поговорили И Самые невероятные вещи В жизни встречаются Я никогда не думал Что сумею Меня вообще не выпускали И вдруг я проехал Всю Европу Скандинавию Никогда не думал И с кем пришлось Встречаться Это Бог так делает Так что Наш разговор Что мы видим Он будет известен Далеко Я недавно выставил ролик Что хорошего Мы можем взять у мусульман Видели, нет? Кто видел ролик этот? Видел Ну что, больше никто Посмотрим Ну Понятно Когда мы по правде Если говорим То сколько благословений Какой бы ни был человек Мы должны все-таки Попытаться Понять его И Заглянуть с той стороны Почему он так решил Если у него это написано Они говорят Что Ислам должен победить Во всем мире Мировая религия Христианство Это пост Христианская эпоха Все это кончилось Но мы говорим А кому это выгодно Эрдоган сбил самолет И Вчера я с этим С евреем разговаривал Выгодно все Что в мире делать С евреем Все остальные Будут в ущербе Почему? Последнее мы знаем Царь будет Не из-за дедила А из-за колена данного И будет он царствовать 42 месяца Три с половиной года Высчитано до одного дня Ясное дело С той стороны готовятся Они это знают Я вчера говорю Вот вы ощущаете помощь какая И стиль это граничит с вами А теперь ее долбит Россия И погибает И там все эти взрывные заводы Что они делали Уничтожают Вам Израилю от этого легче? Он говорит По-разному Есть такие Которые все еще насторожены По отношению к России Он туда выехал Как репатриированные были Много людей идет Много людей идет еще Там вчера До обеда они путались Тут книги Полный комплект Запросили сразу в Америке Вот только за пересылку Одиннадцать с половиной тысяч Тысяч Люди оплачивают все Другой из Москвы И сразу три экземпляра Чтобы новых заветов были Все книги У меня стихи Одна книга уже кончилась Уже нету Все идет к концу Иначе 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 А этот из Израиля Который вчера по скайпу Беседовали Он же еще сказал Что даже некоторые Хотели бы Чтоб за место Их президента Путин стал Чтоб навел порядок В Израиле А то говорит Нескончаемые войны Идут и все Да У Путина В общем-то Очень большой рейтинг Высокий За рубежом Мы вот были Люди И многое не знают А нашу газель Увидели Газель Россия Путин Главное В этой Вязке-то и газель наша Путин Россия Даже Москва Не поминают Недавно Его там окружили У Путина То было такое И как он отвечает Надо молиться Чтобы Бог Сохранил его От покушения У него врагов Море Море И для чего-то Он есть Вот Пришел И как Говорит И говорит Объявил Вторую войну Вот объявил Там На Украине И здесь Понимаете Нельзя так Просто смотреть Если мы их там На подступах Этих не возьмем А здесь они В жилые дома Ходят Теперь нельзя Только-только Стрелять А тут там Одной ракетой Развобили А теперь Ставят преграды Я очень прошу Не судите Правителей Вот молимся Каждый день Поминаем Порошенко Петра Молития Рамзана Кадырова Им очень непросто Если бы Христу Они доверяли Христу Они должны были бы сегодня Сложить полномочия И уйти в затвор Или пойти проповедовать Ну Они так понимают Вот что я хотел сегодня сказать Поблагодарить вас Врачей Что у меня Вылечили С неискривленным Позвоночником А он Говорит Плохо слышит Ну и что У меня физическое Повреждение Там Проткнуто Вот человек Попал Там В плен А его Вызвали штурм А он идет Своим И прихрамывает Ну он прихрамывает И что теперь Теперь хромает Он и в духовном плане А мы сегодня Слышали Оружие какое Жрем спасение Как будто на этот день И все вооружение Павел показывает Духом Набудьте ноги Готовность благовествовать мир Я вооружен И готов выступить Ищу помощников Начните сегодня молиться Просто усиленно Как усиленно Семь раз в неделю В день Семикратно в день Прослабить Вот у нас здесь написано Каждый день Молимся мы Семь раз в день Это три святого И сто поклонов О патриархии Епископа Священника Чтобы Бог дал им Духовное рождение Кто ездил В Романово Благовестие У отца Олега Вот Вот Смотрите Батюшка вчера сообщил Ну я хотел чтобы был Его не было Его сняли с благощитных Поставили Мамонтовского Виталия Почему Новый епископ В Новгородске Кажется Владислав Требует денег Деньги давай Деньги Он говорит Какие деньги У меня тут народ Какого-то бабки Ничего нет Он убрал За это не за это Не знаю Но дальше сказал Уже там священник Я то не понял Сначала Что митрополит Сергий Нет Это тот Который новый Разбитая епархия А Сергий Митрополит Он недоволен И как-то не сообщил Москву Вот его совсем не ладится Новый поставлен Епископы Надо ему Епархию Мы знали Будет теперь Трясти Строить Нам нужно Не это строить Храмы духовные Чтобы люди Жили в Духе Святом Вот лежит Человек Парализован Ну если так Рассуждать Я Показываю Да что он парализованный Духовными Чему не угодно Если телесно Переносить на духовное То у нас Сколько парализованных Сколько слепых А слепые Более умудренные Даже бывают Вот дядя Гоша Был слепой А с консознанием Его границы Даже отец Геннадий Пас не мог определить Сколько он знал Все жития Службу Что бы ни спросил его Он все знает Я ему говорю Вы и Анац она знаете Он поэма Она в страницах На трех христианках Я говорю Иуда Он тут же ее цитирует И считает Слепой И где-то Что говорит Плоть немощна А дух водор Ну вот видишь В виде некоторых не понимает Начинает судить То есть Или подыскиваются Под меня Или что-то Мне конечно это приятно Почему И старости водят Сочные Плодовители Свежие Они пишут Я согласен со всем Что Но когда говорят Этот старик Из потеряевки И делает там В десять раз больше И других самых молодых Пусть говорят Ну что старик не соглашаются Никак Как старик И заходят Катер Да вы молодым Любым фору дадите Вы знаете У нас была тут еврейка Фаида Соломоновна Но она чем-то была недовольна Она своим евреям Там сказала А ничего не получилось И после она мне написала И говорит Вы любого еврея За поезд заткнете Это ее слова Я так книги оставил Еще кухла Это Бог делает Из человека По нашей немощи Тут перед народом Не вышел бы Я благодарю вас за внимание И прошу соратников Кто согласен молиться Сейчас о том Чтобы в Сирии Где идет война В Сирии всегда была Дружественной Россией Дамаст Там самые древние монастыри И храмы Чтобы усилить молитву По-настоящему Не просто там помянули Вот как я говорю Семь это минимально Слава Христу Второй, третий, четвертый Вот мне это нужно Я ничего все это и сказал А то подумали Что я физически поеду Даже пожелал бы Даже из страны Не выпустят никогда Ни под каким видом Только если бы поехать Полететь туда с бомбардировщиками Вместе со снарядами На парашюте За Христа с бомбой Место бомбы За Христом С криком за Христа Господи Христом Слава Христу С криками Если кто Надумает еще Подсоединитесь Работать придете Усильки Кто работает Он не может этого делать Но мы на работе Своей работали Мы поработаем Сколько часа полтора На молитву Надежда Васильевна Тут присоединится Чечево Вы давно молились? Я-то менее занятый Даже нынче На прудах На дороге Такая занятая Вообще не продохнешь Валим деревья И все равно Мы созвонимся Крещим друг друга И все равно Помолимся Проходит маленькое время Сейчас полтора На молитву Сережа Так было? Никита Никита повадился Мы давно не молились Я не знаю То ли устал от работы Еще можно вопрос задать? А вот все-таки Хоть маленькая Ну какая-то зацепка есть Что по Корану Что по Корану Человек Который верит В этот Коран Ну как Мусульманин Назовем его Что он может Милость какую-то Оказать другому человеку Ну там прощение Какое-то Или что-то Есть ли такое? Принято говорить Красной нитью Какое уважение К старцам Какое оказывает Они милосердие Женщину Как опозоренным Во всем мире Американский там Какой Если кто женщин Послание им послали Какие вы счастливые Русская Русская женщина Ну В России живет Вот выступает Сердце Ронзана Кадырова Фильм поставили Посмотреть просто надо Его жена Как она одета Ну гляньте на Верховный Совет Там Федерации Все Доматвиенко Все Без платка Она сидит Но Ей вопрос задают На фильм Настоящий Но если вот Ронзан решил Женить Вторую жену Она опустила В голову Посидела Видимо Что не просто решается Я прямую Это у нас Это разрешено Все Дальше опять Она нигде На людях не появляется Шесть Дочерей Три сына Она работает с ними Как дочери одеты Все Нам многому Можно поучиться Но у нас есть то Чего у них нет У нас есть не Иса Просто А Иисус Спаситель Бог И мне написала Близкая знакомая Моя мусульманка И говорит Его бы если Христос Сказал Что он равен Богу Его убили бы Так вот это и доказывает Что он выдавал себе Говорит Ты будучи человеком Делаешь себя равным Богу Евангелие от Иоанна Это откуда вы Едете Сказали Слава Симу Он не показывал себя таким Он показывал Прощаются тебе грехи Они говорят А кто может прощать Кроме Бога Он Бог истинный Второе лицо Троицы Вы думаете Это просто так мимо Какая жалость Не два Не три человека Два миллиарда Мусульман Два миллиарда Которые Не знают Христа Кто он Они считают Это пророк Вот я показываю Вам крест распятия Ну еще такой крест Они не верят в это Его просто Бог взял С земли И все Мариам И о Христе Отзывается положительно Иса Но он не умер Главное на что Он не умер А у нас крест Надо всем Крест Я не знаю Павел говорит Ничего не знать Кроме Христа И притом распятого Слово о Христе Для погибающих Европского То есть они смеются Над этим А для нас спасаемых Сила Божия О Христе То есть о распятии О Голгофе И при счастье Когда прищащаетесь Готовитесь Знаете Главное Это не чаша Главное Голгофа А в чаше Это единственное место Где реально мы соприкасаемся Со Христом Рассуждать о теле Христом Это рассуждать О страданиях Христа Вот у нас Изображение какое За кого он умер За нас Написано Все присваиваем себе Как Златоуст говорит Мы вчера с батюшкой были Это Тарабич Это я Открыл ему Стал смотреть А почему это На севере Все отцы знают Святые Когда говорят о севере Это север не Израиль Не север не нас Это Россия Мощное Непоколивое Непобедимое государство И как оно придет Я прочитал 10 пунктов Разбил предложение И они все 10 На мне полностью Исполнились Ты помнишь Что там написано Я хорошо Понял В народе То есть Нему на севере В живущем на севере И дальше Далеко на севере И дальше Все какие слова Я разбил Под номерами Поставил 10 получилось Пунктов Там совсем Маленькое порочество Я принял к себе А может Другое есть Я к себе Только принял Что я должен быть таким Сколько будет Лицемеров вокруг Где будет говорить Человек о любви И милосердии Его не будут понимать И он будет Страдать от этого Ну сколько лишило Ушло людей Вы знаете Сколько мне это Страдания доставляет Вот он был здесь Пил и ел Олег Его приняли Он помирал За ним ухаживали Лечили Бац Его нет Глухонемой И этот теперь Что Что-то недополучили Или они там Больше получили Нет Они ушли Неблагодарны Люди будут неблагодарны Куда пойти К лучшему Нигде ничего Лучшего и нет Так Я хотел бы Игорь Прости что я спрашивал Ты прошлого снесения Где был В Паковском соборе Вот теперь расскажи Кто у Глухонемой был Да Глухонемой Разреши Ну что Коротко или пространно Как можешь Если пространно будет Коротко с пояснениями Коротко с пояснениями Коротко сказать так У каждого человека есть выбор свой И он его делает всегда Мы делаем свой выбор Но иногда не всегда есть альтерматива Вот мы выбрали что-то Какое-то место Ну Не ходится Но все равно терпится Выхода нет А когда появляется другая альтернатива То сразу мы раз И находим другой выбор В данном случае Я пришел в Глухонемой Я не знал что меня ждет Просто я давно не был В Паковском соборе Я был в Паковском соборе Но все уголки не знал Сам в семинаре учусь А многого не знаю Пришел на первом этаже Такое немножко темновато было Была ранняя служба В 7.30 Позднее в 9 часов Увидел Андрея Глухонемого и Олега Я говорю Где собрание Глухонемых? Вот здесь Он показывает у входа Я думал Может быть они сейчас придут сюда На это место И начнется служение Мы до 9 часов Домолились там Или достояли там уж по-разному Никого нету Я думал А где группа-то? И Олега нету И Андрея нету Думал Может быть вообще группы не существует Они ушли в никуда Но перед этим я списался С Валентиной А потом он откуда-то Он не возить появляется А что ты стоишь? Вот там Оказывается это Богослужение идет В цокольном храме В цокольном Да, внизу А я даже и не знал Я там Я слышал, что есть какой-то там Ну а где он Я понятия не имел 20 лет я не знал Где этот храм А тут мне показали вход Я зашел Если наверху Я хочу обратить внимание Что наверху уже было Два богослужения В 8.30 И в 9 начиналось новое богослужение А то начинается в 8.30 Оно между первым и вторым То есть идет Три богослужения практически Одновременно Вот Я спускаюсь вниз Если наверху было так прохладно И так темновато То там Натоплено хорошо Светло Тепло Раздевалка Вешалка стоит И вот они глухонемые Так как Из тьмы я попал В какой-то свет Вот Прям светло Реально стало И вот Храм он небольшой Но и не маленький Такой уютный Современный Раздевалка большая Все раздетые стоят Справа много Семинаристок Семинаристов То есть посетителей Слева Вот там Прям большая группа Глухонемых И вот алтарь И стоит кафедра Лицом Глухонемым И девушка Ну я всех их знал Настя переводит Им богослужения Синхронно И я и вижу Стоят наши Близкие люди И Видят как идет Богослужение Сказать что хуже Я бы не сказал Ими Вот Посмотрев на организацию Процесса Мне она очень понравилась То есть Для кого это Богослужение Ну я бы сказал так 50% Это богослужение Внизу идет Для глухонемых У них есть свой священник В принципе Это свой Иеромонах Прокопий Я его тоже знал Он был переводчиком Еще давно Иваном Еще был Он в Миро А сейчас он там Иеромонах Он переводчик У него мама была Либо глухонемая Либо слабослышащая Поэтому он профессионал И он священник Но Я его знал По семинарию Но Я не знал кто он Потому что Того Ивана Я знал Без бороды И такого худенького Мальчика А тут Иеромонах Я его не раз видел А потом Уже все в голове У меня соединилось Так это же ты что ли Был переводчик Да Но я бы сказал Характеристика Супер кроткий человек То есть Есть кроткий А это супер кроткий Он вообще Никому не Вообще Он такой Спокойный Привлекательный человек Это не вся Немножко поставленный Ты всю службу Переводишь Но ты представь Я бы у нас На листах Большими буквами Говорят Вот как хорошо То есть Наш опыт Который у нас Есть Работа с глухонемыми Ее очень Заинтересовал И я судя по всему Понимаю Как она устает Это всю службу Там сотни слов Это надо А так как это идет На церковном славянском И это надо Это все Интерпретация Интерпретацию На русский язык Ну они На славянском Они не будут переводить Потому что Это вообще Будет недостижимо Вот Я бы у нас Во-первых Георгий Кочетков Перевод Богослужением Священник Московской Птерхии Перевел В бумаге Это все было записано И выставлено А кроме того Мы еще переводим Проповеди Какие-то Сложные места Которые у нас Нету текстов Вот именно Письменных Мы это Да еще даже Сам текст Который уже написан Мы еще Синхронно Поясняем Иногда вот она слушает А что это за слово Даже по-русски Мы поясняем То есть Ее очень заинтересовало Это Но однако Потом у них После службы Чаепития Или там Трапеза Назовем это так Они идут в здание Семинарии Где мы Учили Бесплатно там Не, ну они сами Собираются Как и мы Вот там столы В столовой Нет, не в столовой Это где Где библиотека Там большое здание Там большой зал Светлый такой Ну там вообще Собираются По 80 По 100 Батюшек Вот И вот В этом помещении Столы они соединяют И вот группа Юля посчитал 9 человек было Но это немало Я бы сказал 9 человек Вот тут у нас Сколько? 5 Ну вот такая группа Для глухонемых Это немало Вот И разложили Помолились Я начал молиться А мне Настя говорит Ты говорит По глухонемому Молись Я ну ладно То есть По сути дела Вот если со стороны Посмотреть Это все выглядело Вот так Вообще тишина И что-то Такой шорох Такой стоит А ничего не слышно А все Мы переводим просто Мы друг друга понимаем Ну что-то я не понимаю Не пояснят Вот так И немножечко Некоторые реплики Посидели Чай попили Там Пообщались Бурно Но абсолютно Никто ничего не слышит Вот Потом у них Начинаются занятия Пришел Отец Прокопий И вот Начинает Доска Написал Я не знаю Что за занятие У них там проходит Но в этот момент Он начал Знакомить Со славянской азбукой Расписал Там полностью Они сидят Смотрят Все это интересно Я пообщался Говорю Ну Как вам Нравится Не нравится Да Нам нравится Все хорошо Ну Вообще Я говорю Ну вот Если вам понравилось Я говорю Да вы как-то Подойдите Батюшки Поблагодарите Что Вы были Я не говорю Что вы пришли На худшее Если с вами Тут Нянчатся Занимаются Неплохо Было ли хуже Здесь Почему я начал Своё слово С тем Что каждый Сделал свой выбор Если бы Вообще Бухонемых У нас было Не так много Было 4 человека Сейчас остался один Если бы это полностью Было всё плохо Они бы все ушли Но у нас Осталась Тамара Тамара Осознанно Осталась Здесь Она Мотивирует Чем она Она Осознанно Осталась И считает Что здесь Правильно И лучше Чем там Хотя Вот Ну я пришёл Какие минусы Конечно Сразу изменили У нас традиция Какая У нас Сестра Сестра Ходит В двух платках Это наша Традиция Скажем Она пришла И сразу Они повязывают платок Один Способ повязки платка Другой Нет Не так Они повязывают Вот так То есть Как В принципе Это делают Баптисты Как Арсенко Да Но Так как Там у них В принципе Семинаристки Ходят У них один способ Насте У них по другому Повязан платок Но она более так Практично Повязывает У неё всё закрыто Потому что она Работает руками И платок Чтобы Если семинаристки Стоят У них там Что-то спало Там ещё что-то Это всё Нормально Не спадёт Ничего Она работает Она переводчица Наши стоят У них вот так Повязан платок Ну плохо Это или хорошо Но они сменили традицию Я говорю Ну вот видишь У нас было так Ты бы хоть как-то Ну вот здесь так И мы здесь так Ну всё Ладно Далее что Ну по объёму перевода Конечно Это моё мнение Моё мнение Что объём перевода Вот именно текстового Сократился Ну в разы Потому что Передать русскую речь Гухонемому Её надо конструировать Определённым образом И выдавать её конспективно Хотя этот конспект Увеличивать Но вот так Как мы иногда говорим Если я синхронно буду переводить Не всё это дойдёт Надо её структурировать Но со славянского языка Переводите Я вижу её скорость Допустим Скорость чтения Которая там происходит И скорость произношения слов И скорость её движения рук Они разные Мне кажется Что она медленно А это надо вот так действовать Поэтому Объём Ну раза Ну не в два Я не могу процентов Ну и реально сокращается Объём Она не успевает Ну не то что она не успевает Это моё мнение Что она всё передаёт Если бы там служба была на русском языке Это и было бы одно Если бы на циклном славянском Извините, пожалуйста Я подумала, что Раз служба Конкретно для глухонемых Возможно Она медленнее Как бы читается Нет, там идёт служба Там идёт служба не чисто Для глухонемых Служба идёт В рабочем порядке Своём чередом Нормально идёт А не только присутствуют глухонемые Там вот монахини Там в чёрном одеянии Сейчас уже мне одна женщина Сделала замечание Там есть инокини Есть монахини Я не могу сказать Кто это Может быть это инокини Может быть это монахини Но одна женщина Стояла бабушка Я думаю, что она вообще Схимонахиня Потому что там у них Специальные одеяния Кресты То есть Группа была Вот женщин в чёрном Назовём так Я думаю, что это были монахини Группа семинаристов И вот группа глухонемых Всё Крам специализированно Направлен был Вот для таких задач Потому что Там две службы Ну надо же их наполнить И ещё вниз Кто пойдёт Да и я даже Сколько хожу Я даже не знал Как зайти-то туда Значит это конкретно Я так понял, что Это богослужение Специализированное Для монахин Для семинаристов Которые там приходили Ну и несколько родителей С детьми подошли Там их совсем было мало И вот глухонемы Это чисто для них Выделенное место И вёл священник Отец Георгий Такой Авторитетный Скажем так Вообще В среде московской патриархии То есть А как раз наверху Вёл Ну такой Скажем Достаточно рядовой священник Отец Василий Вот Он немножко шутник И постоянно там Вот в такой Вот отец Василий Кстати вот Вёл богослужение Наверху А отец Георгий Который такой Авторитетный Священник Внизу Значит Богослужению В цокольном этаже Придается большое значение Не просто поставили Какого-то рядового батюшку А поставили Действительно Серьёзного священника Который Вёл богослужение И одновременно Тут же ещё И ремонах Исповедуют То есть Вообще Служба там Серьёзно продуманная И там К этому отнеслись Я пообщался Говорю Ну опять же Двухонемые Понимают Простую речь Вот например Я говорю Вот вы были С батюшкой Отцом Маяким Сейчас я рад Что вы С Прокопием Исповедуетесь Но ведь Здесь батюшку любят А Митрополит Сергий Приезжал И естественно Отец Маяким У него на хорошем счету Я говорю Подчиняется Поликарп Прокопии Подчиняется Митрополиту Сергию Но и нашего батюшку Он любит И здесь его любят А как вы могли Одного батюшку сменить Я понимаю Что вы бы сюда Сейчас приходили На молитву Но вы же сейчас Уже исповедуетесь Причащаетесь Но я лично видел Что одна сестра Нина Исповедуется Но если она исповедуется Значит я предполагаю Что она там и причащается Остальных я не знаю Ну Я говорю Как вот так Смена произошла Батюшек А расстояние Тут небольшое От Ползунова До Покровского собора Просто батюшка Духовного отца Духовного отца Я говорю Ты хотя бы скажи Ну вроде бы Я здесь крестилась Сказала Ваня Я говорю Ну и что Что ты крестилась Здесь Ну как-то Крестилась вроде как Крестилась Крестилась Ну крещение Она считает Обливательное крещение Вроде как крещение Я скажу так Там воля Воля Потому что Тут Андрей Что-то начал говорить Вот здесь вроде как Строго Все А понимаете Какая ситуация Я был несколько месяцев В Горноалтайске И участвовал В разных Молодежных Ну там Один молодежный клуб И люди Которые приходят В храмы Московской Патриархии Молодые люди У них нету Такой классификации Это храмы Московской Патриархии Это старобрядцы Это не старобрядцы Это РПЦЗ Не РПЦЗ Они просто приходят В русскую Православную церковь Они не делят Ничего И они просто приходят В церковь И когда узнают Что есть кто-то еще Там РПЦЗ Или там Для них это удивление Как? Кто-то еще раз И существует? А кто вообще такие? И у них понятие Сразу в штыке Но мне легко Входить в контакт Потому что У меня уже документ Я семинарист У меня есть Я к епископу К епископу С на мной знакомиться Владыка Калистрат Я говорю Я все доложил Все четко Откуда я? Как? Что я? Он хорошо А вы можете у нас вести занятия Вот в нашем молодежном клубе Я говорю Так в принципе могу Так и ведите А я сейчас на этой неделе Поеду Как раз он такой молодой Активный Это Калистрат Владыка Епископ Я приеду Сейчас когда программу возьму Вот туда поеду В Барнаул Программу сейчас мы возьмем И вот начнем Вот Но мне надо было уже уезжать Я уже очень устал Просто далеко от семьи Там живу Тоже в гостях И все И я говорю Ну вот Не получится так Наверное Как мы запланировали И я поставил на молодежь И что интересно Если молодежь пришла с нуля Вот просто Из улицы И когда ты им преподаешь Ты не говоришь Кто ты там Что ты Ты просто им говоришь Вот Библия Вот вид Как надо Какая старинная традиция Они смотрят Действительно Это круто Ну простите за сленг Это хорошо И вот я с Анастасией Разговариваю Переводчице Я говорю Вот смотри Я вот Ну мы на ты общаемся Я говорю Я обучаюсь Ну в семинаре Как бы вот Историю нас заставляют Учить так или иначе Если мы что-то там Не доучили Я говорю Смотри История Традиции Отношения царей К одежде Мы видим Мы видим Что до Петровской эпохи Это старинный русский стиль Идет Это от высших особ Там до самых последних Христиан Крестьян А уже после Петровской эпохи Мы видим Что разделение Крестьяне В одной одежде ходят Знать В другой одежде Светское общество Я говорю Ну после После императора третьего Ой Александр третий Император Он ввел русизм Он взял Бороды начались Одежда Она стала модной Вообще русская Все Я говорю Почему Вы боитесь Одеваться по-русски В храм Он говорит Да мы не боимся Я так привыкла Я говорю Так ты одевайся Ты же видишь Мою жену Еля была Как у нас одета Так Анастасия Одевайся Ну она как-то Ну я как-то об этом Не думала Так ты подумай об этом Вот То есть те люди Которые вот С чистого листа приходят Им все это интересно Они готовы расти Они готовы развиваться То есть те Те храмы московских Которые были до того В советское время Это одна ситуация Сейчас другие Сейчас приходят молодежь Она все цепляет Им все интересно Они критикуют Вот На молодежном клубе Сидит руководитель И говорит Как так Крестят без катехизации Это разве правильно Вот Олег Стеняев Вот у него там И начинает И я не могу понять Куда я попал Я может быть В хрестовозвиженческой общине Или там у нас Другая община образовалась Я говорю А ты знаешь Игнатья Тихоновича? Нет Не знаю А ты знаешь вообще Ситуации там Нет Ничего не знаю Я просто понимаю Одно Я с человеком общаюсь Что нельзя крестить Без катехизации Вот смотри Мы здесь собрались И половина разбежалась Действительно Молодежь Вот как раз Была встреча С Владыкой В три часа А занятия По изучению Библии У них вторник Пятница И воскресенье По два с половиной часа И как раз В три часа Пришел Владыка Калистрат Провел занятия С молодежью И тут бы остаться Сейчас на занятии Тут скоро Начнется Через полчаса На пять тридцать Тогда Раз ребята убежали Я говорю Ребята Давайте как-то Поближе к занятиям И причем часть ребят осталась А часть разбежалась И я перекинулся Во времени В общину нашу Я также стоял в коридоре Говорил Давайте останемся На занятиях Но также Есть люди Которые хотят оставаться Которые не хотят Те которые остались Они занимались Священным писанием Ну конечно Я когда приехал Я говорю Мне понравилось Как у нас ведется Понравилось В каком плане Что мы сами Так и придумывали Что велось так Дело в том Что у нас идет Чтение Библии Потом идет сразу Толкование А потом уже Рассуждение Кто в одну степь тащит Кто в другую Слава Богу Сейчас в интернете Игнатихнович Все это регламентирует Но не в этом дело Главное Что была основа А там не так Там вначале идет Тематическое занятие Ну час Оно может быть О молитве Потом начинается Чтение Библии И потом в конце Читаю Златоуст И там Вот так все Но зато ведутся занятия И вот здесь Я с Анастасией Переводчицы беседую Она все так и интересна Да я говорю Ну вот если я к вам приду И позанимаюсь На вашей территории Да приходите конечно Нам все это интересно Но нашим Это уже Немножко не вживу Чувствуется Что я пришел Вот им интересно Они молодые Они развиваются А наши Я говорю Так вы бы Набросли бы Вы донесли этот тренд Эту моду Назовем это так Донесли чтобы Видите Раньше мы приходили В храмы Московской Патриархии Как-то Да мы всегда там были Там не было Ни Ползунова Ничего Я сколько себя помню С юношества Мы там были Мы внутри Я одна же Насте говорю Да мы были Тот же самый Молодежный клуб Мы были тем клубом Внутри Московской Патриархии Которые хотели Что-то изменить И постепенно Что мы увидели Семинаристки Начали ходить В эллиных одеяниях В платках Они начали ходить Начались занятия По изучению Библии Начались разговоры О катехизации Я говорю Вот Обличает Говорит Я пойду там К ладыке Калистрату Я пойду там К отцу Лаврентию Скажу Почему ты крестишь Без катехизации Я говорю Так ты пойди Пойди и скажи Но не пошел Не знаю Скорее всего не пошел Это там один руководитель Вел занятия по Библии И вот так Обличал Но как пошел Не пошел Ну там все это открыто Вот А вот наши То есть они растут А наши как-то Наши как-то опускаются Я говорю Вы поднимаетесь А вы опускаетесь Спасибо Христос Брат Для информацию Если коротко То Ходите Путем Пуским То что Брат сейчас сказал Расслабление То что они не растут И то Сказать что Свободу нашли они Ну это вот Относительная свобода А что есть свобода Это осознанная необходимость А необходимость того Что нужно духовно расти Она должна присутствовать В каждом из нас А если нет Такого желания Значит Ну тогда Тогда мы Либо стоим на месте Стагнация Называется Либо Отступаем назад Другого нет Я вот и стоял Сегодня на службе Думаю О чем сегодня будем говорить А говорить хочется о том Что Повторение Того что было На предыдущих собраниях Что мы должны ценить То что имеем И что нас отличает От МП Самые главные моменты То что у нас Все приближено К Слову Божию И что у нас Устав Который заставляет Нас узко Держать себя Сдерживать себя В чем то И в форме И в слове И в деле То есть Все это Основано На нашем Общем Голосовании На общем Нашем Одобрении И на Слове Божьем Так каким путем Нужно идти Более узким Или широким Вот то что Должно нам Ценить Это Строгость А не Свобода И в Духа Истинного Мы веруем А там Мы Этого Не поем И не читаем Вот и что Нас отличает Истина Где Верую в Духа Истинного И в Духа Истинного Да брат Я хотел Внимание Заострить На то что Игнатий Тихонович Сегодня Сказал Желание свое Ну То есть До конца То что он Нашел Вот это Он долго искал Где-то с 10-го года Помните Он все пророчествовал То Швецию Там нам То Японию Предлагал Ну конечно Никто не мог думать Что это все Разовьется Здесь И Донецк Вдруг Здесь война Тоже Украина И в конечном итоге Ну настоящий Враг Вот Это действительно Враг Который пойдет Далеко И это должно Было быть Я не буду Хвастать Это Игнатий Тихонович С его Мыслями Я давно Это все Развил И понял Что единственное Единственное Учение Которое будет Противостоять Антихристу Это мусульмане Потому что Я узнал Их Они у меня там Работают Я раньше их не знал Я поговорил С этими узбеками Узбеки Это самые Лояльнейшие Из всех Мусульман Если их будут Убивать Игиловцы Первых узбеков Выряжут Потому что И казахов еще Они никакие Среди мусульман Если так взять Они Не верят Что Иисус Христос Сын Божий Это точно Но они Сейчас считают Мусульманами И поэтому Они Ни с чем Не соглашаются Только Слово Мухаммед В негативной форме Произнесешь Что допустим Мухаммед Сказал там Неправду Все Они с тобой Вообще Разговаривать Не будут Как Игнатий Тихонович Хочет там Чего Игиловцам Сказать Это для меня Глубочайшая Тайна Но он Он сам даже Наверное Думаю До конца Не понимает Что сказать Но у него С общением То что он общался С этой Из Азербайджана С Амирой У него Какая-то эйфория Такая получилась Видать А откуда там Эта женщина взялась Тоже Я понятия не имею Которая так лояльно Относится К православию Как они там О Мухаммеде договорились Я тоже понятия не имею Он об этом молчит Ну договорились как-то Ну потому что Я знаю В житиях Кирилла и Мефодия Ну Кирилла Когда он беседовал Ему дали с Магометаном беседовать Это как раз было Самое их нашествие Когда они все громили Как раз они были Настоящим игилом Тогда Резали там всем бошки Это однозначно Потому что Только что Они свое учение Провозгласили И шли Прямым путем Начиная вот так Рассекая Среднеземное море Охватывая все Константинополь Был рядом уже совсем Ну Малую Азию Точно захватили Уже до конца почти И поэтому Ускоренным темпом Послали туда Кирилла Как он проник Вот Игнат Тихонович Как Кирилл это Ну проник он И он беседует там с ними Они так интересно Все это беседуют И он Когда они Задают ему вопрос Ну как Отношение Его К учению Мухаммеда Он говорит Что Мухаммед Это Антихрист И у него Над головой Реет Сатанинское Зеленое Знамя Всех Кого он ведет За собой Ну конкретно Сказано Именно Антихрист И именно Сатана Ну Еще что сказать Про людей Которые убивают Режут голову Другим Игнатий Тихонович Прям в пасть Сатане Хочет Пойти До конца Почему Теперь я говорю Чего нет У московской Патриархии У них нет Настоящего Духовничества Мы вспомним Игнатий Тихонович Он у нас Как Мюнхиседек Вообще Не поймешь как Но он Через Священное Писание Через Священное Предание Вот это Дух Православия Я не знаю Как Господь Дал ему Духом Святым Вот это Все Проникнуть Он стал Настоящим Духовником Он сам Это Он сам Это Понял Осознал И вот Это Учение Православное Он Начал Доносить Легко Ну Господь И Как Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Почему Потому что Он был В Московской Патриархии Там Этого Не Ему Даже Обыкновенно Объяснить Не могли Убийство И не убийство Как Относиться Священнику К войне Игнатий Тихонович Он легко Все Разбирает Видишь Путина Так Не судите И правильно Судить Не надо Но Мы же Рассуждаем Просто Человек Убийца Путин Ну Убийца Посылает Самолет Убивать Людей Там Убивают Людей Что мы можем сказать Но я не могу Его осудить Путина Потому что Он правитель Он неверующий Для меня Он неверующий Человек Вот для меня Путин Он неверующий Иначе Как бы Верующий В Бога В истине Там Он стоит Крестится Ну пускай Мало ли кто Крестится Я таких видел Ну не миллионы Сотни Десятки тысяч Когда мы ходили В Московскую Патриархию Они все там Крестятся Стоят Кто как Но он хорошо Крестится Я знаю Потому что он Спортсмен Я тоже дзюдоист Я понимаю Ему показали прием Он четко его делает Все И он поэтому Ему показали Как креститься Ну там Показывали Это нормально И он четко И постоянно Так крестится И поклоны Ну если можно Он делает нормально То есть Ну это все Это заложено Просто У него уже здесь В программе Тем более Он уже сам по себе Военный человек И мы не будем Здесь уже обсуждать Это все Царя написано Не злословьте Молимся за него Будем молиться Может Господь ему Даст вразумление Но он не сможет Духовно обратить Ни одного человека Путин Это же понятно Здесь нужен Духовный лидер Чтобы попасть Куда-то В стан Противника А они Духовные Противники Наши Они не просто Убийцы Они Духовные Противники Они все Не принимают Что у нас Но Мне вот Кажется Взять сейчас Игиловца Вот так вот Как Аввакума Взял ангел И вот так Посреди нас Здесь поставить Он уже по-другому будет И не дать ему выйти Ну давай Теперь смотри Давай побеседуем Говори Что тебе Что тебе тут у нас Не нравится И так далее То есть Одежда у нас Они в хиджабах Все сестры у нас одеты Братья все С бородами Причем Не бритами У них это Само собой Как бы И так далее То есть Это они Внешне все Принимают Ну там дальше Законы уже Другие Там сложнее Уже договориться Но однако Можно И поэтому Не хватает Московской Патриархии То что они Не до конца Не идут за Господом Нету любви Ко Христу К его законам То что показал Вот Игнатий Тихонович Конкретно Я говорю про него Потому что Ну тут рака за камень Что уже заводить И вот это вот Основа всего Духовничества Какой дух В тебе дышит Дух Это на разрушение Или дух На созидание Животворящий дух И поэтому Вот их брат Рассказывает Я слушаю его Слушаю Слушаю Думаю Когда конец Что он хочет сказать И я так и не понял Ничего Он как попал туда Ему как растворяют Одному нельзя туда ходить Я так понимаю Вообще В Московскую Патриархию Там в семинарии Вам только учиться надо Зашел туда Вот так знаешь Как под воду ныряешь Забежал Быстро там Проговорил Что там надо Я не знаю Что там надо Ну проговорил Что они хотят Причем только ложь Не скажи Потому что они же хотят Что ты и ложь сказал И выскакивай Быстрее обратно Чтобы не вдыхнуть Там этого воздуха Где сидят 80-100 За одним столом Таких этих Духовных уродов Извергов Поэтому Брат Помогите Господь Ну и тут еще Одному нашему брату Который учится Дай Бог вам Чтобы дух всегда был Только святой с вами Молитесь Когда туда заходите Да Давайте будем укреплять Наши семьи Укреплять Себя В вере православной Стараться идти путем Узким Не широким Не расширять Штанги В вере православной Братья Сестры В храме Нельзя говорить Сестры Здесь можно У меня к вам Молитвенная просьба От Натальи Приходько Слышно меня У них Да Всем слышно Она просила Нас помолиться За их приход У них священник Умер И поставили Нового священника Батюшка хороший Зовут его Отец Дмитрий Верующий батюшка Богобоязненный Стал соблюдать Каноны То есть Люди которые Он знает Ну на приходе Знают же людей Которые в тяжких Грехах Положено отлучать Он стал отлучать Да Он проповедовал И на него Просто организовали Траблю Поскольку Это все Финансовая сторона Страдает Сегодня уже упоминалось Что другого Поставили Потому что Ничего не может Положить И неизвестно Чем это все Будет заканчиваться Пожалуйста Вы молитесь За отца Дмитрия Настоятель Владимир Зовут Он значит Поставил таких людей Которые За деньги Следят за отцом Дмитрием За каждым его шагом Отслеживают Проповеди Докладывают О чем он говорит О чем он Личные беседы Ведет с людьми Кого отлучает Кого причащает Все это Понимаете Там Вот если Свеча стоит Одна Пять долларов Вот он пришел На 100 долларов Взял Ставил по всему храму Это прибыль Хорошая И вот так Каждый Отец Дмитрий Вот так Ты отлучен Ты не приходишь Не заходишь Туда Все как положено И только Из-за денег Как я поняла Началась Вот эта травля На священника Помолитесь о нем Пожалуйста И о приходе Они еще просят Наталья с Валерием Просят Чтобы Дали им У них есть Как у трапии Знают как у нас Чтобы дали им Это помещение Вести занятия По слову Божию С людьми Она попросила Помолиться Об этом деле Например Чтобы можно было Вести занятия С детьми К Рождеству Говорит Спросила Что готовим К Рождеству С детьми Готовят Какую-то детскую песенку Из фильма Электроник Там Крылатые качели Все ее знаете Ну к Рождеству Христову То есть поем Не о Христе А о качелях О чем угодно Да Понимаете Как бы Вот об этом тоже Пожалуйста Помолитесь Чтобы был доступ Вести занятия По слову Божию И со взрослыми И с детьми Получается Ну ничем Отличий никаких нет Как вот В местных наших церквах Так мы там вы Там две капли Просьба понятна Братья Понятна Просила нести На крыльях молитву Их приход Спаси Христу Помолите Господи Еще есть объявление Просьба Пожелание Молимся Застойно Неси По истину Божи Дитя Благородницу Пресно Блаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафим Безысление Бога Слово Родшую Сущую Богородницу Безыслей 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 Господи Защити Родину Нашу От нашественных Племенников От внутренних Распрей От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правители Страны Нашей Чтобы принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное В Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твою Бог Иегова Дух Святой Донастает Нас Признавать Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Песнопение Крапеза И занятия Песнопение Оставайтесь Куратия Попоем Дурацкий Попоем Я тебе хотел пояснить Мои слова Поясни Что ты говорил Тебе нужно было так сказать Что Конечно же Нам ничего не надо Пояснить Они не слышат Тому Что здесь говорит Игнати Тикныч Хотя бы Все Ладно Я понимаю Что они не слышат И я знаю Да это главное Ты понимаешь А чё ж ты не сказал Я тебе хочу Хочу сказать Ты чё-то Намачил Город Между Московск Наша община Стирается Понимаешь А стирается Каким образом Что Сейчас Не при тебя Стирается Для меня Ничего не Стирается В каком плане Что Как потом